А что мы хотим от науки вообще говоря? Вот обычно говорят, что мы хотим от естественных наук объяснение того, что мы видим вокруг. Я с этим категорически не согласен. Естественно, и нам ничего не объясняют. Потому что если вот эту сейчас книжку я немножко потолкаю, я уж не буду делать, но вы все знаете, что будет, если я дальше ее толкать буду, да? Она упадет. Тут объяснять нечего. Любой трехлетний ребенок это знает. Он поставил пару таких экспериментов, и он это уже знает. А вот потом трехлетний ребенок пойдет в школу, и через некоторое время ему скажут такую фразу. Все тела вблизи Земли падают вниз, если их от опоры отпустить. А это уже не так тривиально. Потому что понятие «все тела» трехлетний ребенок не поймет. Но чем этот закон лучше предыдущего? Дело в том, что я могу толкать книжку, она будет падать. Могу толкать стакан с водой, он будет падать. Могу еще что-то толкнуть. И законов будет масса. Но этих законов будет очень-очень много. Когда мы говорим, что все тела падают вниз вблизи Земли, мы кучу законов эмпирических заменяем одним более абстрактным. Но вся беда в том, что этот закон тоже ничего не объясняет. А почему все тела падают вниз? Ведь этого-то ответа нет. Но пройдет некоторое время, и в школе скажут, что существует закон всемирного тяготения, согласно которому любое тело, обладающее массой, взаимодействует гравитационно с другим телом, обладающим массой. А поскольку Земля обладает большой массой, то около Земли все тела падают вниз. Ну, Земля тоже на это тело немножко падает навстречу. Но ускорения там будет меньше. Сами понимаете, трехлетний ребенок здесь уже не поймет вообще ничего. Но чем лучше этот закон? Он лучше тем, что объясняет не только падение книжек, кошек и всего на Землю. Этот закон еще объясняет движение Луны вокруг Земли, и движение Земли вокруг Солнца, и в некотором смысле движение звездных системах галактических. Но опять-таки мы ничего не объяснили. Потому что возникает вопрос, а почему все тела, обладающие массой, притягиваются друг к другу? Пройдет еще некоторое время, и может быть этот ребенок пойдет куда-нибудь на физический факультет, и тогда ему откроется следующая истина. Тела не притягиваются друг к другу, а немножко искривляют вокруг себя четырехмерное пространство-время, и движение тел в этом кривом четырехмерном пространстве-времени, нам трехмерном и плоским, в смысле четырехмерного мира, кажется, что это будто бы притяжение. Понятно, что теперь мы сюда спрятали еще массу других законов. И черные дыры, и в какой-то степени нейтронные звезды, и, наверное, красное смещение, и еще массу всего. Но мы опять ничего не объяснили. Потому что почему около массивных гравитирующих тел искривляется четырехмерное пространство-время, на сегодняшний день мы толком ответить не можем. Поэтому естественные науки ничего не объясняют. Они только экономят объем нашего жесткого диска в голове. Они пытаются сформулировать такие общие законы, чтобы количество этих законов, которые надо принять для себя, было минимальным. Но эти законы становятся все более и более абстрактными, и их понять становится все более и более сложно. Итак, первая функция науки – это вовсе не объяснение происходящего вокруг, а скорее систематизация и экономия знаний. С этим, наверное, можно согласиться. Но есть еще одна функция науки, которой вообще очень любят заниматься люди околонаучные. Это предсказание будущего. На самом деле мы от науки хотим предсказания будущего. Посмотрите на любую школьную задачку по физике. Пушка стреляет под таким-то углом снарядом. Что надо сосчитать? Где снаряд упадет? Это предсказание будущего? Да. Посмотрите на любую задачу по химии. Мы сливаем одну водичку с раствором чего-то, со второй – что из этого получится? Ну да. Всяко бывает, всяко бывает. Поэтому те, кто любит предсказывать будущее, и не подозревают, что на самом деле обычно предсказатели будущего не очень любят иметь дело с естественными науками, но именно естественные науки этим и занимаются.